Добрый день, уважаемые телезрители! Вновь на телеканале Юрган программа «Золотая пора». Передача о людях старшего поколения, но интересна она будет не только пожилым людям. По народному календарю сегодня Настасья Овечница. В этот день охотники примечали, если волки стаями бродят по полям, то жди больших несчастий, эпидемий голода, войны. В этот день начинали стричь овец и угощали овчаров за то, что те уберегли от волков всех овец. Чем еще знаменательны эти ноябрьские дни в нашей республике, узнаем из рубрики «Этот день в истории». В ноябре 1921 года вспыхнул крестьянский бунт в Усть-Куломе. Поводом стали непомерно высокие поборы по продразверстке. Сельчане разгромили местный ревком и сожгли все документы по оплате продналога. По этому делу арестовали чуть ли не сотни человек. Шла речь о массовом расстреле, но в конечном итоге для полного расследования дела только около десяти человек было отправлено в Усть-Сесольск. В 1953-м комедия Николая Дьяконова «Свадьба с приданным» экранизирована на киностудии Мосфильм. Надо отметить, что телекомпания «Юрган» не так давно перевела фильм на комязык. А в настоящее время на Юргане идут съемки сериала «Свадьба с приданным-2» или «50 лет спустя». 1967 год, 5 ноября, в Сыктывкаре на Юбилейной площади открыт памятник Ленину, сооружен к 50-летию Октябрьской революции. До этого памятника на Юбилейной площади стоял другой монумент. Он был поставлен в 1936 году на месте снесенного в 1932-м Стефановского собора. Памятник представлял собой постамент, на котором возвышалась фигура Ленина в полный рост. Стоял этот памятник чуть дальше от современного здания Госсовета и смотрел в сторону реки. Мы не зря сегодня находимся в этом прекрасном зале Национальной галереи, где радуют глаз замечательные картины. Героем рубрики «Герой нашего времени» сегодня является живописец, график, заслуженный работник Республики Коми Вадим Петрович Кононов. Ну, живопись, что оно, она бывает по-разному. То, как наказание, то, как обуза, то, как радость. В школе у нас было рисование где-то до седьмого класса примерно, наверное. Нас вел рисование хороший художник. Но мы плохо относились к этому предмету. А потом я ездил поступать в Ленинград в мореходное училище. Поступать не стал, а пошли с тетей гулять по летнему саду, и мне очень захотелось рисовать. Она мне купила альбомчик, карандаши, и я недели две в летнем саду сидел и рисовал. Вадим Петрович Кононов родился 13 августа 1940 года в селе Ведогощи Калининского района Калининской, ныне Тверской области. После школы он поступал в индустриальный техникум, но там проучился всего год. Ему очень хотелось рисовать. После армии в 1963-68 годах учился в Московском педагогическом институте имени Ленина на художественно-графическом факультете. После его окончания в 1969 году приехал в Сыктывкар. До сих пор живет и творит здесь. В Сыктывкаре известен как опытнейший преподаватель изобразительного искусства. С 1996 года Вадим Кононов – член Союза художников СССР. В основном художник работает в технике масляной и акварельной живописи. В любом жанре он прежде всего исследователь. В принципе, я думаю, что каждый художник, он в общем-то изучает. Он изучает интуитивно окружающий мир. И как результат своего изучения, ему хочется сделать что-то на полотне. Поэтому у меня такое, что сейчас я на этюды не хожу. И даже не хочется ходить. А хочется именно вот так вот понаблюдать, осмыслить, прочувствовать и сделать какую-нибудь картиночку. Среди некоторых специалистов, даже в искусствоведческой литературе, есть мнение, что художник-живописец, он только лишь копирует на холст то, что видит, а не передает свои чувства и эмоции. Это совершенно, вообще, очень глупое заблуждение. Или еще говорят, что какой смысл заниматься живописью, это соревноваться с Богом, что Бог создал природу, а ты еще тут что-то создаешь. Это неправильно. Художник, он изучает божественные явления какие-то. Изучает закономерность. То есть эта закономерность, это на холсте ты хочешь передать именно закономерность, как ты ее понимаешь. Быть отображателем – скучное дело. Что такое отображать? Я не зеркало, не это. Я просто живу, мысли у меня, мысли мои, какие-то отношения, какие-то мои интересы. Интересы. Вот их я изображаю. Ну, можно, грубо говоря, сказать, что я изображаю свое понимание жизни. Глядя на его полотна, кажется, что ты любуешься не картиной, а находишься непосредственно на месте. С чашкой чая за столом, на лесной дороге, в поле. Начинаешь ощущать аромат цветов и трав, чувствовать дуновение ветра, слышать гуман птиц. Художник очень хорошо чувствует цвет. Он превращается в свет. Обостренное восприятие цвета является в его произведениях основой эмоционального и образного содержания. Особенно это характерно в пейзажах. Основной жанр Вадима Петровича – это пейзаж. Есть натюрмурты, сюжетно-тематические картины. А вот портрет художник не очень любит. Опять-таки он очень требует большой иллюстративности. Большой иллюстративности и предметности. А я не предметник. Вот это называется картинка «Кандинский в осеннем Соктывкаре». Это как бы и портрет, и не портрет. Это просто Кандинский никогда не был в осеннем Соктывкаре, с одной стороны. Тут по стилистике немножко есть от Кандинского. И в то же время, ну, не противоречит и моим живописным так, когда человек является частью, допустим, частью пейзажа или частью ситуации. Поэтому вот портрет я могу делать только вот так. Вадиму Петровичу предлагали в застойные годы войти в правление Союза художников КОМИ. Но он отказался. Сказал, что руководящие структуры не по нему. К тому же там были некоторые неприемлемые требования и к произведениям. Всегда требовали сюжетной картины. Ну, на злобу дня в стиле соцреализма. Но я чувствовал, что если я пойду по этому, то я предам самого себя, что я ничего не добьюсь, что у меня не будет просто. Но сейчас вот я постепенно вышел на какие-то и смысловые картины. Нужно сказать, что они пока все-таки не получаются так, как хотелось бы. Но уже какие-то есть, ну, немножко результаты. Есть некоторые. С 1969 года Вадим Кононов – участник республиканских, зональных и всероссийских выставок. Также были и многочисленные персональные выставки. В творчестве для меня важна последовательность и как бы непрерывность процесса. Работаешь на одной картине, заканчиваешь ее. И тут для многих художников как бы наступает такой кризис. Сделал, а что делать дальше? Вот этого не должно быть. Когда есть вот этот внутренний такой творческий процесс, то не возникает никаких кризисов. Как бы тема одна вытекает из другой. И даже много тем возникает. И идет постоянная вот такая внутренняя работа. Вадима Петровича отличает высокая творческая активность. Художник является собой абсолютно индивидуальный, неподражаемый уникум. Его живописная концепция и философия подтверждены потрясающими результатами творчества. Чтобы не уставать от жизни, нужно ее любить. Когда ты любишь, то никогда не устанешь. Это самое главное. Нужно любить жизнь. А для мужиков жизнь, она полюбляется через женщину. Любимая женщина художника Кононова – его супруга Любовь Вячеславовна. Она так же, как и он, человек творческий. Любовь Вячеславовна – пианист, преподает в колледже искусств. Кононовы воспитывают двоих сыновей – Арсения и Тимофея. Главное для меня в жизни – это постараться любить все. Все окружающее, детей, своих и чужих. Любить женщин, природу. Вот это все любить – это для меня самое главное. И самое труднодостижимое. В республике существуют различные виды мер социальной поддержки региональных льготников, в том числе ежемесячные денежные выплаты. Подробнее в нашей следующей рубрике «Ответ специалиста». Республиканский закон о социальной поддержке населения устанавливает, что и на ежемесячные выплаты имеют право труженики тыла, ветераны труда, ветераны военной службы и одиноко проживающие граждане, достигшие возраста 80 лет, реабилитированные лица, также неработающие лица, удостоенные почетных званий. Законом также установлено условие, что если у гражданина имеется несколько оснований для предоставления такой выплаты, ежемесячной денежной выплаты, то он имеет право на ее получение только по одному основанию. Например, если гражданин является ветераном труда, еще имеет статус инвалида, то есть является федеральным льготником, то он может выбрать, как получать ему выгоднее эту выплату, ежемесячную денежную, или как ветеран, или как только по одному основанию. Кроме того, указанным законом установлена выплата не только ежемесячная, но и ежегодная. Новая выплата, которая введена в республике с 2016 года по инициативе главы Сергея Анатольевича Гапликова, это выплата детям войны. Называется она «Республиканская денежная выплата ко Дню Победы». Она предоставляется один раз в год и назначается для удобства граждан, все-таки пожилые, преклонного возраста, в беззаявительном порядке. За предоставлением перечисленных выплат нужно обращаться в Центры по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения, по месту жительства и в многофункциональные центры. Как резко выделяются в толпе ухоженные стильные старушки, задумчивые или хохотушки, подвластные особой красоте. Именно о таких ухоженных стильных барышнях и пойдет речь в нашей следующей рубрике «Хобби». «Дамы никогда не задумывались, чем будут наполнять свою жизнь после выхода на пенсию. Они знали это заранее». В Сыктывкаре при Доме развития культуры и искусства есть студия «Модницы». Женщины элегантного возраста, не имеющие опыта в модельном деле, сами собирают коллекции моделей одежды и сами же их демонстрируют. Выходя на сцену, подиум, они делятся со зрителем своим хорошим настроением, позитивом и талантом. Вряд ли можно найти более женственный вариант одежды, чем платье в горох. Такой наряд можно смело назвать универсальным. Он подходит всем женщинам без исключения. «Главная наша миссия заключается в том, чтобы все женщины, глядя на нас, у них, чтобы руки не опускались, чтобы продолжали, выйдя на пенсию, следить за собой, чтобы оставались и на пенсии красивыми, элегантными, привлекательными. Наша студия – это большой толчок каждому для саморазвития. Чему учимся? Ходить красиво, одеваться не вульгарно, а стильно, элегантно, не броско». А началось все не так давно, в ноябре 2013 года, с двух инициативных непосед – Надежды и Зинаиды. Они собрали вокруг себя эмоциональных, красивых, инициативных дам. Сейчас в их студии 8 человек. Мода для них – не просто развлечение или хобби, это состояние души. «Мужья гордятся нами, конечно. А наша задача-то, вот Надежда уже сказала, что наша задача – показать женщинам, именно показать женщинам, что женщина в любом возрасте может быть элегантной, красивой». На сегодняшний день у модниц собралось уже 17 коллекций. Это платье в горох, осень, платье в пол, послевоенная мода, женщина в белом, женщина в стиле НЭП, стиль 50-х и другие. «Костюмы у нас все свои. Ну, для ретро-костюмов мы, конечно, достаем из сундуков, мы ищем по интернету, просим, спрашиваем, нам приносят для ретро. А все современные коллекции у нас – это своя одежда собственная». «Раз, два, три, четыре». Благодаря занятиям дамы научились ходить на каблучках, делать макияж, носить аксессуары. «У нас каждая репетиция этому посвящена. Учимся ходить, чтобы и шажки были не широкие, и осанка у нас была, спинка расправлена, ручками мы, чтобы не махали, под ноги не глядели. У нас же нету ни стилистов, никого. Вот мы сами над собой работаем и показываем людям, что можно и без стилистов выглядеть хорошо, замечательно». Встречаются модницы не только, чтобы отточить походку, но и пообщаться, поделиться секретами кулинарии, последними новостями, поделиться радостями и горестями. «Бывает женщина уставшая, после работы, или после внуков, или же там, ну, недомогание какое-то. А придем, и тут вроде как общение, и все, уходим уже все в хорошее настроение». «И даже заряд энергии, когда вот мы выступаем, слышим, как нам аплодируют, это же сразу заряд бодрости какой дает». Каждый год 1-го августа модницы проводят на улицах Сыктывкара флэш-моб, посвященный Всемирному дню женственности. На улицах их уже узнают. Как они сами признаются, они ловят на себе восторженные взгляды мужчин и завистливые у многих женщин. Вот и подошла к концу наша передача. Следующая выйдет также в субботу 25 ноября. Если вы по какой-либо причине не сможете увидеть эфир программы, то без труда найдете ее на нашем сайте «Юрган.рф». Всего вам самого доброго. До новых встреч. С вами была программа «Золотая пора» и я, Виктор Градов. Субтитры создавал DimaTorzok